Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Рано снимать ограничения. Самоизоляцию для пожилых и запрет на посещение торговых центров для подростков продлили в регионе до конца зимы. Те, без кого невозможен прогресс. В День российской науки губернатор Дмитрий Азаров наградил самарских ученых премиями. Новейшую ракету «Союз-5» соберут к 2023 году. Масштабное строительство ракеты-носителей идет на заводе «Прогресс». В Самарской области подростки не смогут посещать торговые центры без родителей до 28 февраля. Также до конца зимы в регионе будут действовать масочный режим и режим самоизоляции для пожилых граждан. Запрет продлили на заседании областного оперштаба по противодействию распространения COVID-19. С чем это связано и какие все же сделают послабления, расскажем в следующем сюжете. Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в торговых центрах ослаблять нельзя. Об этом говорили на оперативном совещании по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Но при этом можно сделать некоторые послабления в других сферах. К примеру, разрешить проведение соревнований по парусному спорту и по теннису, о чем просят международные федерации. Это традиционные спортивные праздники и проходят они на свежем воздухе. В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление в части разрешения проведения на территории Самарской области международных спортивных соревнований. В случае принятия положительного решения соревнования будут проводиться при условии обязательства соблюдения комплексов, международных и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-экономического благополучия населения. Губернатор Дмитрий Азаров считает возможным и проведение Самарской студенческой весны, если она пройдет в следующем году. И поинтересовался, какие меры для этого предприняты. Старт не объявлен официальным конкурсом. Но я созванивался лично с организаторами фестиваля. Ориентировочно старт объявлен через две недели. И заявки будут приниматься от регионов до 26 марта. И потом будет проходить конкурс, и решение будет приниматься до конца весны. На оперштабе прозвучало предложение о прекращении ограничений в отношении несовершеннолетних, которым сейчас запрещено находиться без сопровождения взрослых на фудкортах торговых центров. Нам сегодня поступает большое количество обращений, связанных с тем, что лица старшего возраста не могут воспользоваться помощью подростков, внуков своих, чтобы пополнить запасы продовольствия, каких-то фармацевтических товаров. И вынуждены сами тоже выходить в торговые центры. У нас рост заболеваемости. Как это стыкуется с теми предложениями, которые вы озвучили? Как это отработано с Роспотребнадзором? В итоге было принято решение, что подростки не смогут посещать торговые центры без родителей до конца февраля. Также ограничения продлили и людям старше 65 лет. Поэтому волонтеры должны активизироваться и усилить работу по обеспечению людей серебряного возраста продуктами и лекарствами. Число больных коронавирусом не сокращается, а в некоторых возрастных группах, наоборот, наблюдается рост. А значит, отменять действующие меры пока рано. Виктория Шаре, События. В регионе от коронавируса привились почти 50 тысяч человек. 48% из них – это граждане старше 60 лет. В Самарской области продолжают пополняться запасы вакцины. Несколько дней назад поступило 20 160 доз. Еще более 23 тысяч доз ожидается на следующей неделе. В области работают 137 прививочных кабинетов. В первую очередь вакцинируют людей из групп риска – медицинских, социальных, педагогических работников и пациентов с хроническими заболеваниями. Как проходит прививочная кампания, расскажет Светлана Кудрявцева. Валентина Петровна Беляева – гипертоник, а значит, в группе риска. Поэтому привиться от коронавируса решила сразу. Надо себя безопасить. Болезнь очень серьезная. Пожилые переносят очень тяжело. Даже из моих, так сказать, знакомых многие ушли. Мне это не надо. Я лучше прививку. Перед вакцинацией пациенты заполняют анкету и проходят осмотр у врача. Им измеряют давление, пульс, уровень кислорода в крови, расспрашивают о состоянии здоровья и хронических болезнях. Если противопоказаний нет, можно смело делать прививку. После введения вакцины необходимо 30 минут посидеть в поликлинике под наблюдением медиков. Врачи и медсестры, которые проводят вакцинацию, прошли соответствующий инструктаж и обучение. Конечно, в первую очередь мы стараемся прививать группы риска. Это, конечно, по профессиональной принадлежности. То есть это медицинские работники, социальные работники, учителя. Кроме того, приоритетом являются для проведения вакцинации – это у нас хронические пациенты и люди старше 60 лет. Из хроников, конечно, это в первую очередь заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания. То есть это сахарный диабет, ожирение в первую очередь, бронхолегочная система заболевания. Учитывают также и тех, кто сам проявляет инициативу и заранее записался на прививку. Сделать это можно на сайте госуслуг. Если в поликлинике вакцина закончилась, то оставить заявку можно в разделе «Лист ожидания». В этом случае на прививку пригласят сразу же, как вакцину доставят в поликлинику. Вакцинация проходит в добровольном порядке и бесплатно для населения. Светлана Кудрявцева, События. Трагическая памятная дата в календаре Самарской области. В среду был день памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. 10 февраля 1999 года в областном управлении внутренних дел произошел пожар. Трагедия стала потрясением для всех. Кадры увидели жители всей планеты. У мемориала на площади, где раньше располагалось здание областного главка, в среду состоялась траурная церемония с возложением цветов. На ней побывал Олег Зверев. Их поминают поименно. Ежегодно 10 февраля начинается с панихиды в храме на месте сгоревшего здания областного ГУВД. А затем траурная церемония у мемориала с возложением венков. Сегодня цветы принесли губернатор Дмитрий Азаров и начальник главного управления МВД по Самарской области Александр Винников. В числе тех, кто пришли на площадь, родственники погибших и очевидцы трагедии. Алексей Левков сегодня зампредседателя общественного совета при областном главке. А 22 года назад возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями, 9 сотрудников которого погибли. А всего трагедия унесла жизни 57 милиционеров. По официальной версии причиной пожара стал непогашенный окурок. Официальная версия возгорания на втором этаже. На мой взгляд, точка над этим еще не поставлена. И вряд ли будет поставлена, потому что 22 года прошло. Трагедия. Вечная память людям, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. И дай бог, чтобы в современных сложных условиях молодежь ориентировалась на них. Сейчас этот день в Самарском регионе отмечен как памятная дата о всех погибших сотрудниках подразделения МВД. В разные годы, начиная с 1917 года, с места несения службы не вернулись 325 милиционеров полицейских области. Татьяна Емилова с сыном Сергеем каждый год приходят сюда почтить память мужа и отца. Сотрудник Ленинского РУВД Федор Емилов погиб при задержании преступника в 1986 году. Горе разделило время для его семьи на до и после, и только со временем пришло осознание значимости этого подвига. Когда человек идет служить в эти силовые структуры, он понимает, что он ставит на чашу весов правосудия, да, или личные блага, или блага общества, да, чтобы исключить это. Да, мой муж погиб, но этот преступник уже больше ничего не совершил. А мы не знаем, какие могли быть последствия. Сергей Емилов в то время был подростком, но, не сомневаясь, пошел по стопам отца служить в систему МВД. Я пошел с 14 лет, сперва в Суворовское училище, в систему МВД. Именно была злость, чувство мести, наверное. А когда пришел в эту систему, встретились хорошие, достойные учителя на жизненном пути. Объяснили, что это, ну, немножко неправильно. Вот, и, соответственно, ну, скажем так, чувство мести ушло из души, из сердца. Осталось чувство справедливости. В семье их самарских полицейских сотни таких историй. Служба в МВД никогда не была легкой, но именно работа этих людей обеспечивает спокойную и благополучную жизнь для всех остальных. Иногда даже ценой собственной жизни. В Самаре продолжается реставрация Дворца культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на объекте трудятся 50 специалистов, которые проводят работы как снаружи, так и внутри здания. Текущее состояние объекта проверила глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в следующем сюжете. Сейчас фасад Дворца культуры имени Литвинова спрятан за металлическим забором. К тому времени, когда прохожие снова его увидят, он уже преобразится. Весь облицовочный гранит поменяют на новый. А по бокам здания все плиты отреставрируют. И дополнительно усилят не только бетонным раствором, но и железным креплением. Там далее в тепличных условиях, так как там зима, сейчас мы влаженную температуру режим поддерживаем, производится непосредственно реставрация. Сейчас это вот именно наглядно видно, как исполняется. Что достаточно надежный технодзор, регулярно на объекте все инспектируют. Работы по реставрации Дворца ведут комплексно. Альпинисты работают на крыше, ремонтируя стропильную систему кровли. Внутри специалисты выполняют демонтаж старых покрытий, стен и пола, а также подготовку к ремонту инженерных систем здания. Особое внимание к охраняемым архитектурным предметам. Во Дворце множество уникальных люстр, дверей, росписей на потолках и мозаичных панно на стенах. Их отреставрируют, сохранив особый шарм помещения. По реставрации живописи моего мозаичного панно, это будут специалисты из Москвы и Владимира. Все аттестованные реставраторы первых категорий. Работы эти предусмотрены на весну. На каком этапе сейчас работы проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она осмотрела внутренние помещения и провела выездное совещание с представителями профильных департаментов, руководства Дворца и подрядной организации, на котором обсудили план-график выполнения работ, а также вопросы, касающиеся проекта реставрации. Есть у нас определенные вопросы. Есть вопросы по проекту, по качеству подготовки проекта. Убеждена, что мы эти вопросы все будем в рабочем порядке закрывать. Задача стоит в 2022 году уже сдать этот объект, чтобы он в полную мощность и уже отреставрированный, красивый принимал здесь гостей. Менее чем через два года посетителей Дворца культуры ждет три больших зала. Концертный на 800 мест, театральный на 300 мест и конференц-зал на 270 мест. Для каждого зала предусмотрены отдельный гардероб, буфет и гримерные. Откроются новые танцевальные и вокальные классы, большой спортивный зал, студия звукозаписи, библиотека и многое другое. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События. В понедельник в стране отметили День российской науки. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил научных работников, преподавателей и студентов с праздником и отметил, что Самарская область многие десятилетия является одним из признанных научно-исследовательских центров страны. Глава региона поблагодарил ученых за каждодневный труд и наградил премиями тех, без кого невозможен прогресс. На торжественной церемонии была наша съемочная группа. Николай Попов сегодня принимает поздравления с профессиональным праздником. Вместе с другими учеными он ставит новые задачи, развивает цифровые технологии, которые в будущем позволят обеспечить доступность дистанционной диагностики. В области науки Николай трудится больше 10 лет. Все это время он посвятил разработке, которая позволит планировать комплексную реабилитацию пациентов с костными дефектами. Ученый занимается построением цифровых 3D-моделей костей, навигацией при оперативных вмешательствах и цифрового производства индивидуальных костных имплантантов. За свой плодотворный труд доктора медицинских наук наградили губернской премией. Безусловно, получение этой премии я рад этому, потому что получил высокую оценку работе, которую посвятил последние 10 лет своей жизни. И такая высокая оценка, что на уровне губернии меня оценили. Все это очень приятно. Губернскую премию вручают ученым за достижения, значимые для социально-экономического и социокультурного развития Самарской области. Для того, чтобы получить вознаграждение, нужно было пройти конкурс. Заявку на участие подали 38 человек. Главным критерием было наличие наград в области научной деятельности. Прошедших отбор наградил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Как подчеркнул глава региона, Самарская область богата именами выдающихся ученых в аэрокосмической отрасли, медицине, химии и инженерной науке. Коллеги, ну и ваши успехи в различных областях знаний свидетельствуют о том, что Самарская область по-прежнему является одним из признанных научно-исследовательских центров. Вы создаете базу для перспективных научно-технологических заделов, решения самых сложных задач в наукоемких отраслях экономики. Для 63-го региона особенно важна поддержка ученых, инженеров, перспективных исследований и новых разработок. При этом крайне важно, чтобы наука была тесно связана с производством. Мэри Елчан, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. Ракета-носитель «Союз-5», которую производят на Самарском заводе, будет готова к пуску в 2023 году. Изготавливают ракету-носитель в рамках российско-казахской программы «Байтерек». В марте в Самару должна приехать делегация из Казахстана. На каком этапе строительство «Союза» сегодня, расскажет Светлана Кудрявцева. Поехали! Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» будет способна вывести на низкую оклоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Она придет на смену ракете «Зенит», но будет гораздо мощнее. Запуск «Зенитовского старта» запланирован на «Байконуре» в рамках российско-казахской программы «Байтерек». Производством ракеты занимается Самарский РКЦ «Прогресс». Первый летный аппарат соберут в 2023 году, рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. На сегодня мы получили два двигателя макетных для динамических и статических испытаний и первой и второй ступени. У нас идет сварка баков первой ступени сейчас полным ходом. Проведено очень большое авансирование, скажем так, 50-80% авансов всех выплачено по этой опытно-конструкторской работе всем смежным предприятиям. Когда я говорю «авансы», это аванс на испытательные образцы и на три летных изделия сразу. Сейчас развернута работа широким фронтом, и у нас нет сомнений, что она будет выполнена. И хотя «Союз-5» – самый крупный проект Самарского завода, продолжается работой по другим направлениям. Например, у «Прогресса» есть контракт на изготовление для корпорации «Роскосмос» двух космических аппаратов «Аист-2Т». Это комплекс дистанционного зондирования Земли. Спутники будут делать изображения земной поверхности и доставлять собранные данные в пункты приема. Аппараты должны работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 400 километров. Решение амбициозной задачи в короткие сроки стало возможным, поскольку у предприятия уже есть малый аппарат «Аист-2Д». Его создали ранее на собственные средства. Основные массы договоров уже заключены, выплачены авансы. И по нашим собственным работам мы в ближайшее время тоже начнем делать железо свое, наше собственное. И думаю, в начале 2022 года приступить непосредственно к сборке на нашей территории обоих космических аппаратов. Пандемия отразилась и на работе Самарского завода. Образовалось небольшое отставание по графику в производстве ракеты-носителя «Союз-2». Однако это никак не скажется на сроки пусков ракет, поскольку имеется достаточный запас изделий. Работали в 2020 году штатно с четырех космодромов – Плесецк, Байконур, Восточный и Гвианский космический центр. Годовой оборот составил 29 миллиардов рублей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Ученые Самарского университета завершают создание инновационного прототипа оптики для спутника КубСет. В университете уже идет подготовка к испытаниям. Сейчас ученые оптимизируют конструкцию оптики, чтобы сделать ее легче. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. Ученые Самарского университета готовятся испытать прототип сверхлегкой оптики для наноспутника КюбСет. В основу оптической системы легла уникальная университетская разработка – плоская дифракционная линза. Для установки объектива с этой линзой на борту спутника ученые университетской лаборатории аддитивных технологий на 3D-принтере изготавливают специальный корпус. Его главный параметр – это малый вес. И сейчас мы должны пройти летные испытания. То есть вот совместно с коллегами коллеги печатают такой инновационный корпус, инновационный кронштейн для этого объектива. А мы делаем нашу оптику. И вот этот вот комплект должен, опять же, в ближайшие дни уйти на летные испытания в Москву, на вибрационные, прочностные испытания. И далее запуститься на КубСате в конце этого года. И мы должны, по идее, получить с него изображение. Чтобы облегчить конструкцию объектива, ее сделали полностью сетчатой внутри. Это позволило ей весить на 15% меньше предыдущих образцов. Сейчас вес конструкции достиг 200 граммов. При этом удалось снизить и количество материала. Это кронштейн. Его задача – быть установленным в определенную ферму. Для того, чтобы он крепился на ферме, у него выполнены вот такие вот 8 элементов крепления. Соответственно, почему форма вот такая вот. Если мы разрежем эту деталь, то видим, что она полностью внутрисетчатая. Соответственно, она как бы внутри пола и выполнена в виде сетки. Еще одна приоритетная задача научных работников – это сделать объектив не только легче, но и дешевле западных аналогов. По словам ученых университета, сейчас на космическом рынке средняя стоимость такого оборудования для наноспутника достигает 23 тысячи евро. Наш образец будет стоить на порядок ниже. Михаил Ермоленко, События. А в одном из старейших вузов региона открылась ветеринарная клиника. Она полностью соответствует новым образовательным стандартам. Для быстрого лечения животных в медучреждении на базе Самарского аграрного университета есть все необходимое. С первыми четвероногими пациентами познакомилась Мэри Илчан. Восьмимесячная кошка Изабелла – первый пациент новой ветеринарной клиники Самарского государственного аграрного университета. Ласковые руки ветеринаров успокаивают питомца, которая уже не сопротивляется врачебным манипуляциям. У Изабеллы непростая судьба. Предыдущие хозяева отказались быть в ответе за ту, которую приручили. Обращение было по поводу стерилизации. В общем-то, у этой кошечки, я считаю, что сложная судьба, потому что нашли мы ее буквально на мусорке. В общем-то, с ее также братьями и сестрами. Всех животных мы успешно, в общем-то, пристроили, раздали по хозяям. К открытию клиники шли три года. Новое медучреждение оснащено по последнему слову техники. Здесь есть, собственно, лаборатория, цифровой рентген и аппарат УЗИ. Все это позволит врачам проводить лечение на уровне современных достижений ветеринарии. Клиника претендует на звание лидеров регионального рынка в сфере оказания врачебной помощи животным. Направление практического подготовки сегодня всех студентов направлено на более детальное изучение и демонстрацию натуральных образцов ведения операций, изучения заболеваний, изучения каких-то патологий и всего того, что с животным может происходить. Теперь студенты факультета биотехнологии и ветеринарной медицины на практике смогут проводить операции и заниматься образовательными разработками в рамках национального проекта «Наука». Уже частичное понимание есть, посменный график будет. Опять же будут привлекаться студенты, чтобы практическую работу переводить именно в учебный процесс, как-то вливать все это. Пока медучреждение оказывает только платные услуги, со временем будут помогать и животным, которые больны и остались без хозяев. Мэриил Чан Василий Калдашов, События. Любовь с первого взгляда. Еще один питомец приюта «Твои друзья» обрел свой дом. Котенка забрали неравнодушные жители Самары и назвали Левой. Пока Лева осваивается и привыкает к новым членам семьи, в приюте продолжают жить его братья и сестренки. Как найти путь к сердцам самых преданных жителей планеты, узнала Ольга Павлова. Ух ты мой, Левушка. Я тебя так назову, красивый ты мой мальчик. Левушка, Левушка, Левушка. В заботливых руках новой хозяйки он сидит смирно, немного затаив дыхание. Свой первый праздник рождения Лева отметил в приюте месяц назад. Сегодня у Левы двойная радость. Он научился есть из миски и обрел своих настоящих людей. Взять котенка из приюта Оксана Мишанова решила после того, как потеряла члена семьи, любимую кошку. Хотели же ехать на птичку, но сын решил, мама, давай в питомник. Давайте в питомник. Пока Лева осваивается и привыкает к новым членам семьи, в приюте продолжают жить его братья и сестренки. Их осталось четверо. За ними следит не только ласковая и заботливая мама Симка. Амазонский попугай Кирюша развлекает постояльцев разговорами. Привет, пока, дай. И это далеко не полный словарный запас Пернатова. Говорить на камеру, правда, стесняется. В приют попугая сдал владелец зоомагазина. Птицу словно ненужную вещь возвращали в магазин шесть раз. Он выдирал из себя перья, он на людей кидался сразу и без разговоров. Он вопил, как резанный. Мы его реабилитировали больше полугода, пока он пришел в себя. Он оброс перьями, он понял, что здесь никто его не обидит. Зализывают раны в приюте многочисленные представители семейства кошачьих. Крайне не повезло теперь уже справному, пушистому и зеленоглазому Василию. Шею коту лечили несколько месяцев. Живодеры решили развлечься и повесили его на дереве. Периодически с ним надо заниматься. Это несложно, просто побрызгать вовремя или промыть там береги севодорода. Но люди уже не хотят такого. Уже проблема. По схожей причине отказались и от Евы. 14 лет собака прожила в обычной семье. Но как только ее детородный возраст завершился, с продажи щенков хозяин имел прибыль. И начались проблемы со здоровьем. Ева оказалась в приюте. У нее не уходит язык до конца. Очень редко, когда он все время висит. И когда она сильно волнуется, если можно с ней это когда играешь, она начинает хрюкать, задыхаться. И если, допустим, уже орали что-то, может начаться какой-то приступ. Здесь Еву ласково называют мама. Она проявляет заботу о каждом питомце. И, пожалуй, единственную из всех собак носит на руках. Преимущество роста. Да, да, как мы делаем. Ой, как ими цирковые. Цирковые мы такие. Здорово. Животных привозят в приют практически ежедневно. Сейчас в филиалах таких гостиниц содержится более 120 питомцев. От кого-то просто отказались люди, других находят на улицах. Нередко с травмами. Приходится ухаживать, ставить на ноги, лечить. Забрать домой из приюта можно любого постояльца. Одни, переступая порог, сразу спрашивают, какие у вас есть породистые животные. Другие говорят, нам самого красивого. А некоторые буквально с первых фраз говорят, здравствуйте, нам самого несчастного. И главное помнить, путь к самым преданным жителям планеты лежит через первую встречу. Ольга Павло, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Не болейте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!